Наталья Еригина заполняет заявление. Её младшая дочь Милана в сентябре сядет за парту в 27-й школе. Сейчас отмечает мама. Девочка вовсю учится читать и писать. Ходит на подготовительные занятия. Честно, как-то с первой было проще. Вторая уже как-то на волнении. И жалко отдавать уже как-то по-другому отношение совершенно к ребёнку, потому что есть сравнение уже с первым ребёнком. Очень долго выбирали школу. В шестой школе подано уже 50% заявлений. Здесь планируют набрать три первых класса. Сразу принимаются дети, которые проживают в микрорайоне с закреплённым за образовательным учреждением до 15 августа. Комиссия работает с утра до вечера с перерывом на обед. В случае, когда родители желают, чтобы ребёнок пришёл в школу, не по месту микрорайона, мы такие заявления рассматриваем. И при наличии свободных мест дети зачисляются в первый класс. Стандартный пакет документов – медицинская справка, карта прививок, копия свидетельства о рождении, а ещё паспорт одного из законных представителей. Заявление заполняется на месте. В настоящее время все 33 учреждения образования города готовы к приёму документов. В учреждениях образования назначены ответственные лица и составлены графики приёма документов. На сайте каждого учреждения специальный раздел для родителей со всей информацией, графиком работы приёмных комиссий, списком улиц, которые входят в состав микрорайона и требованиями образовательного процесса. Уже в конце августа классные руководители пригласят мам и пап на родительское собрание. В сентябре 2600 маленьких бобручан впервые переступит школьный порог. Ольга Васинда, Максим Галеонко, Бобруск, 360.